Когда я смотрю на лошадей, я понимаю, что в них так много человеческого. Оказывается, в скелете у лошади практически столько же костей, сколько и у человека. У лошади 205, у нас с вами 206. Однако не каждая порода лошадей подходит под это описание. К семейству лошадиных относятся зебры, лошадь Пржевальского, вымерший предок домашней лошади Тарпан и, собственно, домашняя лошадь. У домашней лошади существует более 400 пород в мире. Породы различаются по разным признакам. Например, по труду, вложенному в выведение данной породы. Есть породы более примитивные, которые сформированы в основном под воздействием внешней среды. Есть переходные и есть так называемые заводские или культурные породы лошадей, которые сформированы в основном с помощью труда человека, вложенного в выведение данных пород. Лошадь – животное социальное, поэтому комфортнее они себя чувствуют в компании своих сородичей. Начиная с самого рождения, жеребенок взаимодействует с матерью и затем при выпасе с остальными кобылами и со своими сверстниками, жеребятами. Эта социализация очень важна в формировании психики лошади, в ее росте, развитии. Человек смог сотрудничать с лошадью, то есть не просто ее себе подчинить, а именно сотрудничать с животным. И лошадь воспринимает человека как своего старшего товарища, как родителя. Животное чувствует определенную привязанность к человеку, доверяет ему свою жизнь. Говорят, лошадь думает головой всадника, то есть полностью доверяет всаднику. По оценкам специалистов, первый предок лошадей жил примерно 55 миллионов лет назад. Эволюция у лошадей изучена наиболее подробно, чем у других видов сельскохозяйственных животных. Доказано, что предком лошади 60 миллионов лет назад было животное, которое имело 5 пальцев. Затем пальцы редуцировались постепенно, и остался один средний палец. Собственно, то, что мы называем копытом. Нет единого очага, а домашнего не лошади. Благодаря разнообразию климата сформировались очень разные породы лошадей. Если смотреть в глаза лошади, то там можно увидеть целый мир. С вами был Павел Дикон и программа Евразия. Мы знаем вместе. Субтитры создавал DimaTorzok